Это призрачный вид плодородных равнин Ахдама, который был оккупирован армянскими сепаратистами на протяжении почти 30 лет. Так свой репортаж из освобожденных азербайджанских земель начинает итальянский журналист. После вывода армянских войск из Ахдама в результате 44-дневной войны осенью 2020 года в городе остались только видимые руины и бесконечные минные поля. Речь идет о более чем 20 тысяч квадратных километров в пятой части всей территории Азербайджана, откуда в 1993 году были вынуждены бежать сотни тысяч людей. Корреспонденты отмечают, что исконные жители этого региона по-прежнему не могут вернуться в родные края, потому что территория все еще заминирована. Потребуется много времени и денег, чтобы позволить им вернуться на освобожденные земли. Автор репортажа проводит аналогию того, как сегодня стремительно восстанавливаются некогда оккупированные территории, на которых несколько десятилетий не было ничего построено. По его словам, Карабах постепенно превращается в огромную строительную зону. Правительство Азербайджана выделило 1 миллиард евро на 2021 год, но ожидается, что в 2025 году эта цифра увеличится в пять раз. Отдельное внимание в репортаже уделяется строительству международного аэропорта Физули, построенного в рекордно короткие сроки, всего за 8 месяцев. Далее съемочная группа отправляется в культурную столицу Азербайджана, город Шуша. В Шуше уже работает пекарня, однако пока покупателями являются солдаты, полиция и рабочие, осуществляющие ремонтно-строительные работы. Если до 1992 года, то есть до оккупации города Шуша, здесь проживало более 20 тысяч человек, то сейчас многие ожидают возвращения после полного восстановления. Мне было 13 лет, когда моих родителей, братьев и сестер депортировали. Каждый из нас мог взять только один чемодан. С тех пор мама очень хотела вернуться в Шушу, но она не смогла вернуться. Она скончалась в прошлом году. Слава богу, дом не был разрушен, поэтому мало-помалу оживают воспоминания о моем детстве. Так некоторые шушинцы постепенно возвращаются домой. Ильчин рассказал итальянскому журналисту о детстве, проведенном в родной Шуше, о чувствах, пережитых, вернувшись сюда впервые за 29 лет.